Вот прошла одна, вот прошла, вон там прошла, и все идут в овраги. Они что есть? Они кушать ищут. Их зимний рацион это зайцы, косули, кабаны и птицы. Собак, считает егерь, сложно назвать привередами. Когда срабатывает инстинкт, они нападают первыми и есть свою жертву начинают уже до ее смерти. Лося съедят. Это им ничего не стоит. Они же умные. Умнее волка в раз 15-20. Охотники стрелять собак не имеют права. По закону это прерогатива муниципалитетов. Поэтому им остается только шугать бродяг криками и ревом снегоходов. Но не всех этим спугнешь. Эти собаки делятся на два типа. Первые бродячие, те что жили с человеком, но оказались в лесу. А вторые, отечавшие, те кто рождается, именно здесь, вот в таких норах, куда не смеет влезть ни один местный хищник. Чем больше становится собак, тем меньше зайцев, тетеревов, перепелов. Негодуют охотники. Особенно заметно это становится по осени. Людей в лесу поменьше. Еда, как говорится, у них подросла. Мелочь. Плюс собаки, которых нерадивые хозяева выгнали после летнего сезона своих дачных участков, возрастает. Соответственно, это все сказывается. По наблюдениям лесников, домашних собак охотно принимают в дикие стаи. И чем больше их становится, тем меньше шансов уцелеть коренным и беззащитным обитателям леса. Кроме егерей и охотников, бороться с собаками больше и некому. Рамиль Шайдулин, Вишат Мухаммедов, ТНВ, Зеленодольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова